Закончен, как вы видите. Устроение все сложное. Детский сад готов распахнуть свои двери, уверены заявляют представители подрядной организации. Но перед тем, как в коридорах зазвучит веселый смех малышей, нужно проверить, все ли сделано на совесть. Инспекционная комиссия Назрановской администрации проверяет соответствие всем требованиям госстандарта. Детский сад на 220 мест строит в рамках реализации национального проекта «Демография». В дошкольном учреждении предусмотрели все, что нужно для комфорта и развития детей. В здании четыре лифта, один из которых грузовой, второй для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой. Первые группы будут набирать уже через неделю. Я думаю, что в сроках сдачи новой школы на 720 мест докладывает начальник строительного участка Магомед Албогачиев. Учреждение возводится недалеко от детсада в рамках нацпроекта образования. В здании предусмотрено несколько десятков кабинетов и аудиторий. Среди них компьютерные и музыкальные классы, спортзал, лаборатория, столовая, библиотека и не только. Работы на объекте завершены на 80%. Сейчас строители благоустраивают дворовую территорию. Как вы видите, здесь тротуарная плитка положена, отмазка сделана, проасфальтировали, зеленую зону сделаем. Стадион мы почти готовы у нас. Площадки спортивные тоже мы сейчас доделываем. Но в основном процентов 55-60 благоустройства действия нет. Открытие новой школы позволит решить проблему двухсменного обучения в Насыркорте. Своевременный ввод социально значимых объектов в эксплуатацию – это первостепенные задачи для руководства региона. Поэтому представители администрации, Минстру и правительства внимательно следят за качеством и сроком выполняемых работ. Обе объекты находятся именно в центре административного округа в шаговой доступности для населения. То же самое, именно эта шаговая доступность для населения – это было одно из первых поручений главы республики Магмад Абдук-Мальчаритовича. И для разрешения данной, именно для строительства этих объектов, именно на этом месте, у нас в начале строительства произошли задержки, потом как с населением и от других вопросов были неразрешены. На сегодняшний день все эти вопросы разрешены и объекты, как мы видим, уже на стадии завершения. До конца года инспекционная комиссия должна проверить качество работ на более чем 30 объектов, которые возводятся в рамках нацпроектов. А в течение следующих трех лет в регионе появится 15 новых школ по линии нацпроекта образования. Открытие объектов позволит обеспечить новые рабочие места и создать тысячу ученических мест. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.